В том же зале, только год спустя, жители центра Уссурийска пришли на встречу с главой администрации. Из таких разговоров уссурийцы узнают, что сделано муниципалитетом за год и каковы перспективы на будущее. А вопросы горожан – отличная возможность внести поправки в план работ. Улица Кирова, Мурская, можно будет 1 сентября делать учебный переход? Как в музыкальной школе, так и в медицине 14 лет. Вопрос тут же принят в работу. Кстати, на прошлогодние встречи жители просили установить светофор на перекрестке Ленина-Октябрьская. Сейчас механический регулировщик на новом месте. В этом году светофоры также появятся на перекрестке Советская-Чечерина и в районе Института ЖД-Транспорта. Это все по наказам горожан. Вот на противоходе здания администрации, на противоложной стороне, находится здание, когда-то было в юноротехнике, в Кужокове моделирование там был. Я вот часто хожу здесь по улице, да не только я, все жители Уссурийского просто в воле смотрят на это здание, разрушаются. Здание уже дома стоит и не погревается, оно будет внесено. Сейчас все документы готовятся на снос этого здания. Кстати, именно в прошлом году прошла череда сноса домов. Зданий, которые опустили в результате переезда у сурийцев новостройки. Программа переселения из аварийного жилья продлится и в 2017-м. На этот год на нее запланировано 95 миллионов рублей. Но ведь нужно спасать те дома, которые еще не разрушены старостью, сетуют горожане. Лотки не чистятся, врезка, врезка нарушена. И постоянно, особенно при дождях, то дом Крестанская 8, он низко сидит, особенно затопляется. У нас весь округ, нет ни одной бумаги по поводу, где находится наш отвод воды. Поэтому мы в этом году заказали новый проект по всему округу. И будем делать ни одного документа, где находится олионерки. В городе нет. Это первая встреча в черте Уссурийска. Следующими задать свои вопросы смогут жители микрорайона Слобода. В четверг, 30 марта, в ДК «Дружба» в 18.00. Евгений Кош, представители администрации, полиции и других структур отправятся на разговор с населением. Ольга Муравьева, Антон Вацеховский, Телемикс.